Пастор Михаил Кашеваров Пастор Михаил Кашеваров каждое утро начинает с молитвы и проповеди в Евангельской церкви, которую сам и открыл. За помощью к нему приходят сотни людей, но еще 16 лет назад его самого надо было спасать. В 2000-м молодой человек узнал, болен ВИЧ, после 12 лет употребления наркотиков. И для меня это был просто шок. Шок, потому что в 2000-м году я был настолько непросвещенный. То есть мне казалось, даже не было слова ВИЧ, было слово СПИД. Мне сказали, все, у тебя СПИД. И, ну, наверное, около недели находился в таком пространстве. Я, конечно, не подавал виду, но тем не менее, вот внутренне я испытывал, у меня было ощущение, что я умру в течение этого года. Жене сказал, маме сказал, ну, то есть мама, папа, родная сестра, то есть первые, кто узнали родственники. Но и друзьями никогда не скрывал. Михаил – один из 17 тысяч людей в нашем крае с диагнозом ВИЧ. Но, возможно, ему повезло больше, чем остальным. Родные и друзья не отвернулись, поддерживали на каждом этапе. Борьба с вирусом началась с отказа от наркотиков. Молодой человек пришел в центр реабилитации. Там его приняли и поняли, ведь по статистике каждый второй наркоман ВИЧ-инфицированный. Через 9 месяцев, казалось, самое страшное позади. Михаил перестал колоться и на языке наркоманов был чист. На самом деле испытания только начинались. Нужно было принять себя с диагнозом ВИЧ и сделать так, чтобы другие тоже приняли. Приходилось объяснять, что со мной можно есть с одной посуды, писанного стакана, потому что люди были настолько непросвещенные, что все классно, только давайте с разных стаканов. Практически все ВИЧ-положительные люди сталкиваются с дискриминацией. С ними боятся стоять рядом, разговаривать, обмениваться рукопожатием, целоваться. Да, наверное, и сами вы замечали, что о ВИЧ и СПИДе мы говорим с большей ненавистью и боязнью, чем о гепатите или туберкулезе. Именно отношение общества и поставило ВИЧ в разряд позорных заболеваний. Данные о количестве больных очень приблизительные. Многие боятся прийти к врачу. Стыдно. Чувство стыда, наверное, сформировалось тогда, когда долго и упорно говорили о том, что это болезнь отверженных, это болезнь наркоманов, это болезнь проституток, это болезнь гомосексуалистов. На самом деле все вот эти выводы давным-давно канули в лету. И сегодня, если мы говорим о ВИЧ-инфекции, то мы говорим всегда, от нее не застрахован практически никто. На учете в центре СПИД и анонимных центрах реабилитации далеко не все ВИЧ-инфицированные наркоманы. Есть среди пациентов и учителя, и студенты, и продавцы. Исцелиться от ВИЧ нельзя, но при правильном лечении можно вести обычную жизнь, заводить семьи, рожать детей. Процент передачи ВИЧ от матери к ребенку мы выгодно отличаемся в лучшую сторону, потому что по Российской Федерации от 10 и даже 11 процентов имеются в различных регионах. А мы достигли 3 процента. То есть за 2014 год у нас родилось 376 детей, за 2015 год у нас родилось 423 ребенка. Маленькая Рите 2,5 года. Ее появление на свет для родителей стало настоящим чудом. 9 лет назад Ирине, маме Риты поставили сразу два диагноза – ВИЧ и бесплодие. На тот момент мне казалось, что это какое-то смертельное заболевание, хуже него вообще просто нет. И я думала, что это все крест. Произошло чудо, мы забеременели. Дочь родилась здоровая. Мы год где-то стояли на учете, там сдавали анализы. И все, в год и три нас, по-моему, сняли с учета. Все, дочь у меня здоровая. Здоровая не только дочь, но и супруг Ирины Стас. Они познакомились в Центре реабилитации для наркоманов. О диагнозе Ира рассказала сразу. Но несмотря на это, они поженились. Диагноза нет, страха нет. Поэтому все хорошо. Есть любовь к человеку, и все, оно является основанием. За все шесть лет совместной жизни вирус мужу не передался. Все дело в том, что постоянная терапия сводит активность ВИЧ в организме к нулю. Жизнь инфицированных ничем не отличается от нашей с вами. Почти. Утром и вечером они принимают таблетки. Раз в месяц показываются врачу. Ну и, конечно, ведут здоровый образ жизни. Не пьют, не курят. Потому что нездоровые привычки могут активизировать вирус. Мне кажется, я даже больше стала как бы обращать на свое здоровье вот сейчас. То есть лучше к своему здоровью отношусь, чем раньше. Что это... Ничему это не мешает. Когда человек употребляет терапию, если вирус в крови показывает ноль, если он отрицательный, то человек, он абсолютно не опасен. То есть при половом контакте, то есть для жены, человек, ну, для особого. То есть он никак не опасен. Все лечение ВИЧ-инфицированным оплачивает государство. На одного больного в год уходит примерно от 10 до 100 тысяч рублей. Кстати, наш региональный спидцентр первый в России предложил тестировать на ВИЧ всех беременных женщин и их партнеров. Полтысячи детей благодаря этому появились на свет абсолютно здоровыми. Специалисты говорят, ежедневно в Алтайском крае регистрируют до 10 новых случаев ВИЧ. При своевременном обращении к врачам, наблюдении у них в индикаментозном лечении, больные могут вести вполне нормальный образ жизни, так же, как и здоровые люди, и даже дожить до старости. Средняя продолжительность больных ВИЧ в нашем регионе 70 лет. Дарья Мусолова, Дмитрий Козерлыга, Новости.